Добрый день, уважаемые коллеги! Начнем заседание правительства с важного вопроса о поддержке малообеспеченных семей, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет. Им предоставляется ежемесячная денежная выплата. В текущем году по поручению президента правительство усовершенствовало эту меру, чтобы помощь получали те семьи, которым она действительно нужна. Размер выплаты теперь зависит от финансовой ситуации в семье и может быть равен половине 75 и 100 процентам регионального прожиточного минимума на ребенка. Сегодня направим регионам еще более 6 миллиардов рублей, дополнительно к почти 305 миллиардам рублей, которые уже были выделены на эти цели в текущем году. Такая поддержка очень важна. Ведь речь идет о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности. Теперь о расширении возможностей социального казначейства. Правительство продолжает эту работу, чтобы люди получали больше государственных услуг быстро и удобно, без излишних бюрократических процедур и хождения по инстанциям. Мы сегодня рассмотрим законопроект, который направлен на упрощение процедуры назначения дополнительной пенсии для работников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации. Сейчас, чтобы оформить такую надбавку, они должны сначала получить документы, которые подтверждают стаж и заработок, и представить их в пенсионный фонд. После принятия законодательных изменений работодатели станут формировать сведения о сотрудниках и направлять их в фонд. Они будут использоваться для автоматического расчета доплаты к пенсии шахтеров и летных экипажей, начиная с 1 января 2023 года. Сегодня также в повестке заседания правительства финансовый план и проект инвестиционной программы на ближайшие три года открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Как отмечал президент, это не просто компания, а по сути целая отрасль, важная для России и нашей экономики. И, безусловно, для решения задач инфраструктурного развития регионов, повышения их связанности в масштабах всей страны. Правительство готово поддержать беспрецедентный объем инвестиций в эту сферу. В следующем году это свыше триллиона рублей, а всего в течение трех лет будет вложено более трех триллионов рублей. Такие средства на эти цели выделяются впервые. Но и задача масштабная. Среди первоочередных продолжение работ в рамках проекта «Восточного коридора», который включает БАМ и Транссиб. Также в планах создание северного широтного хода для развития транспортной инфраструктуры в Арктике, обновление железнодорожного сообщения центрального транспортного узла и целого ряда других направлений. Особое внимание будет уделено качеству подвижного состава. Пассажиры должны ездить в комфортных современных вагонах со всеми удобствами, включая доступ к цифровым сервисам. Будь то маршруты дальнего следования или пригородные поезда. Кроме того, важно продолжать ремонт и обновление железнодорожных путей, строительство мостов и других объектов, а также внедрять цифровые и ресурсосберегающие технологии. Еще один вопрос нашей повестки направлен на расширение важной социальной задачи – ускорение расселения аварийного жилья. Мы часто его обсуждаем с жителями во время наших поездок в регионы. Ряд субъектов Российской Федерации уже ведет активную работу, чтобы люди как можно скорее могли улучшить свои жилищные условия. В текущем году направим на такие цели дополнительно более 100 миллиардов рублей. Будет использовано несколько источников, в том числе из резервного фонда правительства. Большая часть 79 миллиардов рублей поступит за счет опережающего финансирования с будущих лет. Рассчитываем, что ресурсы позволят существенно продвинуться в реализации мероприятий федерального проекта, а также расселить порядка 2 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Многие граждане смогут переехать в современные комфортные квартиры и дома, что благоприятно скажется не только на условиях их жизни, но и поможет достижению национальных целей развития, которые определил президент. Кроме того, выделим дополнительные средства на общую сумму свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей для решения других значимых для наших регионов задач, в том числе и тех, по которым были поручения главы государства. Это реконструкция путеводной развязки защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, благоустройство дворовых территорий Псковской области, реконструкция системы биологической очистки города Курска, повышения сейсмической устойчивости жилых домов в Камчатском крае. Мы также рассмотрим законопроект, который поможет улучшить работу территории, опережающей развитие в моногородах. Сейчас одним из ключевых условий для получения статуса резидента ТОР является численность персонала предприятия. Она не должна превышать 20% от числа занятых всех организаций моногорода. Зачастую это становится серьезным ограничением для тех, кто четко исполняет положение соглашения о ведении деятельности и хочет дальше развиваться. Ведь доля сотрудников, как правило, увеличивается либо вместе с расширением производства, либо из-за оттока жителей, которые могут работать в каждом из таких случаев. Возникает риск, что резидент территории опережающего развития будет исключен из реестра, потеряет льготы и будет вынужден прекратить деятельность. Так быть не должно. Законодательные изменения снимут с компаний в моногородах обязательство не увеличивать число сотрудников. Это даст им необходимые гарантии, обеспечит стабильную реализацию инвестиционных проектов, повысит экономический эффект от вложенных средств, а также сделает ТОРы привлекательными для потенциальных инвесторов. Продолжение следует...